ребята начинаю делать ревизию рожок вот и марь слегка проведем ревизию вкратце вам расскажу что семьи я сократил дал им легкую подкормку некоторым сейчас будем делать ревизию что и как вот они взяли выбрали 5 литров сиропа так челки сжались сейчас мы посмотрим что и как будем давать дотации попозже сейчас сделаем ревизию знаем где у кого сколько в гнезде сиропа неинтересно я до этого гнездо не заглядывал в эту семью слегка сократил рамки сейчас погляжу и потом буду знать сколько и еще доливать сиропа и так буду проходить каждую семью сейчас думаю вы увидите пару семей покажу потому что работы о сразу эта рамочка была с медом они выбрали она бракуется было с краю сейчас где наша стамеска сейчас мы посмотрим тут вероятнее растут раз пчелы столько много это был отводочек да они его залили сиропом эту крайнюю рамку вот на край я ставлю пускай на будет тут это тоже тут небольшой расплодик вот вначале подложу подойдет и тоже залили сиропом вот так вывернулся впереди была ложа две рамочки уже полнометные вот вот рамочка заполнена медом а здесь вы не допечатана значит мы ее пока что отложим в сторонку вот сюда она может пойдет на край у нас тут у нас расходик небольшой но предварительно вижу что можно будет пару литров дать сиропа для этого райка семейки и все будет хорошо и оставить его у нас вот так это рамка да тыква полнометная рамочка вот тоже залито могут подлить чуть-чуть так это рамка у нас с небольшим напроском меда сколько у нас рамок 1 2 3 4 5 вот так 6 оставляя 7 будет контрольная а вот эти две рамки буду забирать они не нужны вот такую ревизию мы сделали можно сказать генеральному зазнаем как семья дышит что у нее какие вопросы возникают теперь мы ее обработаем расплода немного три с половиной процента щавельной кислоты смешанный с небольшим процентом сиропа и воды общий объем около литра тут получается из расчета брал коробок спичечный кислоты щавельной на литр жидкости сейчас буду обрабатывать пчелу при вас вот так слегка от воротоза пройду вот так потихонечку всю пасеку сделаю ревизию небольшую а заодно буду знать сколько надо еще дотации давать кому сколько через недельку я повторю операцию просмотрю гнезда и обработаю еще раз обработку буду делать три раза щавельной кислотой сейчас пока дело позволяет погода ребята сегодня пасмурно пчела не летает удобно работать вот и маточка тут бегать все в порядке все хорошо расплода только на большой пятак такой теперь смажем вот так гнездо аккуратненько смейка готова к зимовке ставлю сверху корпус опять вот так и буду все закрывать пойду следующую семью смотреть сработала в принципе на четверку вот перезимовала она нормально в этом году матка здесь поменена вот пчелы видите выбрали целый тазик сиропа сейчас мы проверим с вами насколько что хорошо сейчас хочу стряхну так тут было позади рамочка здесь была семейка на раз два три четыре пять шесть семь восемь девять рамочек но буду ее сокращать вот забирать некоторые рамки вот тут получается забирали они медок так эту рамку они залили слегка так эту тоже частично надо было нам немножко рамок забирать так эту рамку они выберут повторно заберу вот сюда на край поставлю так это у нас почти полнометная рамочка это тоже залита это тоже залита практически полностью тут вышел расплодик так так тут рамка залита вот будет запечатывать тут чуть-чуть расплод ложа так это уже три рамочки можно еще пару литров дать сиропа и будет нормально ну вот тут серединке расплод он на выходе как раз можно будет подождать немного и потом через недельку дать семье сиропа еще чтоб она сформировала гнездо полностью сто процентов ну вот тут чуть-чуть так в принципе нормально вот так тут тоже можно сказать полнометная рамка так ну и вот здесь вот сиропчик тоже есть все в принципе семью раз два три четыре пять шесть семь на восемь рамок я сформирую эти рамки малометки я сверху поставлю пчелы выберут и гнездо в принципе будет сформировано на сто процентов ну при желании можно пчеле дать еще пару литров сиропа чтоб она добила гнездо но надо подождать пару дней хотя бы или недельку чтоб вышел закрытый распор вот такие дела мы сейчас пойдем в другие семьи вот ребята сейчас еще посмотрим вот эти гнезды видите как я закормил что тут и как сделаем ревизию мне интересно вот давал я пять литров выбрали они все вот я до этого показывал наверное сейчас посмотрю что в гнезде гнездо сокращал я сейчас глянем будем знать надо еще подкармливать не надо так сколько я тут рамок оставлял раз два три четыре пять шесть семь девять и десятое такая с края было чтоб они выбрали так она пустая так тут тоже мало меда мы на выбраковку ее поставим так тут чуть-чуть меда есть не сильно шибко но поставлю на край может выберу так ну вот это более-менее нормально так наверное все таки я заберу вот сверху положу буду формировать с этой рамки гнездо так это вот хорошая залитая рамочка тут тоже немного есть расхода но хорошая рамка так тут тоже в принципе все хорошо да сюда надо пару литров сиропа чуть попозже его расплодик выйдет рамочку на край поставим так ну тут уже на выходе расплод его крайне первого медовая ну все можно сказать семейку подготовили чуть-чуть еще подкормить сверху вот эти рамочки положить все нормально будет раз два три четыре пять шесть семь на семи рамках если пойдет будет нормально все ребята делаю ревизию забираю рамки малометки убираю смотрю кому давать сироп вот такие рамки буду сейчас выбраковывать вот ну перед тем как полностью сформировать внизу мне надо обработать еще пчелу вот так слегка буду обрабатывать семьи где пчела находится сейчас обработаю чертzen беру следующую рамку Это щавельная кислота, повторюсь, она более-менее щедительна по сравнению с другими препаратами от воротоза, в рамки вот эти тяжелые. Так что тройную обработку сделать и будет все супер-пупер, все в шоколаде. Можно еще полегка побрызгать. Все, обработку сделаем. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Сейчас, ребята, посмотрим эту семейку. Закармливаю я ее. Ядро пластиковое выбрала. Сейчас посмотрим, сколько надо дать дотации. Сейчас сделаем ревизию контрольную. Обработаем челок воротоза. Тут немного метка есть. В принципе, можно будет еще потом дать и ее дополнить. Обработаем. Следующая рамка. Тяжелее. Видно, что залито. Будем допечатывать. Так. Следующая. Ой, совсем тяжелая, полнометная. Залили хорошо. Это совсем тяжелая рамочка. Чувствуется тоже залито хорошо. Не зря дал сиропчик. Тут чуть-чуть расходика. Нормально. Еще пару литров можно будет дать. Пару литров сиропа. Все будет хорошо. Так. Так. Тоже. Вот маточка бегает. Чуть-чуть расходика. Нормально. Как раз через недельку можно будет дать пару литров сиропа. И все. Она будет готова в зиму. Пчела выйдет основная. Можно будет смело докормить чуть-чуть. Чуть-чуть. Когда будет хорошая погода. Пусть пока. Еще недельку-полторы обещает потепление небольшое. Настоящая будет августовская погода в конце сентября. Это, можно сказать, бархатный сезон. Такое крепкое бабье лето. Вот. Тут тоже полномерная рамка. Хорошая залитая. Шмектар. Не степка. Пока обрабатываем пчелу щавельной кислотой. Пока есть возможность. Ну, это пчела готова к зиме уже. Все. Даже вот. Это вот рамочка хорошая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как раз девять рамок они дополнят. И хорошо пойдут в зиму. Все супер. Все. 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 Все.